Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сентябрь принес красноярцам несколько спортивных побед. Так, в Нижнем Новгороде прошел финальный этап российской дрифт-серии. И его победителем стал наш земляк Аркадий Цареграцев. Аркадий, сегодня у нас в студии. Здравствуй! Здравствуй! Но мы знакомы очень давно, поэтому будем общаться на «ты». Аркадий, ну давай так, мы не все хорошо разбираемся в автомобильном спорте, ну, по крайней мере, я говорю за себя. Поэтому объясни, вот насколько престижны эти соревнования. На Западе это самые престижные соревнования. И по российским меркам считаются тоже самым сильным чемпионатом на сегодняшний день. Но дрифт, я понимаю, это управляемый занос. Да, управляемый занос. Есть две составляющие дрифтинга из всего чемпионата. Это квалификационные заезды, одиночные, и парные заезды, когда ездят по две машины. Да. Одиночные заезды – это часть парных, они, без них парные нельзя провести. Но сначала квалифицироваться, отобрать 32 или 16 лучших, и потом по олимпийской системе уже до финала. Ну, ты 30, вошел в 32 лучших, и потом добрался до самого вершинга. До первого места. До первого места. Как оценивается, по какому параметру? Это субъективный вид спорта, да? Субъективный. Это как в фигурном катании, да? Да, да. Кто лучше сделает вот этот вот трюк, да? Да, есть некие параметры, то есть должен быть угол, должна быть скорость, должна быть траектория, которую судьи задают. То есть нам выдается некое задание на брифинге, мы его должны выполнять. В парном дрифтинге кто едет первый выполнять задание квалификационное, а второй должен максимально близко к нему проехать. То есть самый крутой дрифтинг, когда машины в управляемом заносе едут максимально близко к другу. В синхронном виде, да? Да, синхронно. То есть первым ехать легче, чем вторым? Да, конечно. А кто выбирает, кто первый, кто второй? Во-первых, по квалификации. Мы всегда встаем, когда вдвоем первый стартует, первый едет тот, кто выше в квалификации. Но всегда заезд парный, он состоит из двух заездов. Мы меняемся местами. И по итогам двух заездов определяется победитель. Кто лучше проехал вторым. Ты сказал, на Западе это самое престижное соревнование. На Западе. На Западе. Вот объясни мне, пожалуйста, почему ты сделал такую сноску на Западе? Потому что у нас очень большая страна. И есть множество чемпионатов. Есть российская дрифт-серия Запад. Есть российская дрифт-серия Север. Есть российская дрифт-серия Восток. И есть... Мы в Сибири. Но мы не называемся российская дрифт-серия. У нас свое название. Мы называемся открытый чемпионат Сибири Дрифт Баттл. У нас свой организатор. Так же, как везде по России, свой организатор и свой промоутер серии. То есть нет единого чемпионата России по этому виду спорта? Нет. Есть только супер-дрифт-битва, она проходит здесь у нас в Красноярске, прошла в этом году 8 сентября, выиграл Георгий Чевчан, красноярец. А ты не принимал участия? Я принимал участие, я пятый, я сломался. А, то есть тебе не повезло на супер-дрифт? Да, у меня были все шансы, я, конечно же, знаю нашу дорожку, я прекрасно понимаю, как на ней ехать, никаких сложностей не было. Я сломался в топ-8, и по итогам, там баллы складываются, квалификация и основные заезды, и я стал пятый из 75 участников по всей России. Ну, это тоже хорошее. По техсходу, да, по техсходу, но он мог бы победить. Слушай, скажи, почему нет единого чемпионата России? Вот есть вот такой, я понимаю, что это выжимка, когда приезжает чемпионат туда, туда, туда. Почему не существует единого чемпионата? Большая страна, она все ломает всю логистику, это очень дорого. Ни у кого нет денег и столько времени, чтобы посетить несколько городов в течение всего сезона и везде возить машину. То есть возить машину нужно ни одного, ни двух, ни трех участников, а нужно, допустим, тремя автовозами ездить или четырьмя. Это очень дорого. Ну скажи, то есть, я насколько знаю, дрифт – это удел либо очень богатых людей, да, либо тех, у кого есть спонсоры. Скажем так, не очень богатых, но имеющих возможность заниматься этим видом спорта. То есть понимание там очень богатые и не очень богатые сложно определить, да, но если есть возможность построить машину, покупать резину, только новые колеса и обслуживать всю эту историю, то почему нет? Но обслуживать – это тоже нужны техники, да, нужна своя команда. Нужна механика, нужен хотя бы адекватный механик, который сможет тянуть проект. И покупка запчастей периодически. Но если сильно не биться, машина не ломается. Скажи, вот почему… в России у нас насколько сейчас развивает автомобильный спорт? – На самом деле дрифт сейчас очень сильно развивается. Это вот то, что видно, это то, что на виду. Плюс кольцевые гонки тоже неплохо развиваются. Разно, на самом деле, детский картинг сейчас пытаются поднять. У нас очень маленькая история спортивная в России, да, был Советский Союз, потом все кончилось. – Но в Советском Союзе, не знаю, помнишь ты и нет, там ДСАФ занималась вот этим всем. – Да, да, было государственное финансирование, поэтому все это жило, да. Потом все кончилось, в 90-е мы сами знаете, чем все занимались, да. И вот сейчас это все опять развивается буквально с 2000-х. – С чего ты начинал? – Я купил себе автомобиль, вообще, на самом деле, еще раньше. Начали мы все с улиц, да. – То есть ты тоже принимал участие в незаконных гонках на вот там, недостроенного Молокова, да? – На Молокова были, на Кразе были, везде были. – То есть так. – И на Старой Барахолке еще даже были. – Угу, так. – Вот с этого все начиналось, потом появилось Красное Кольцо. – На самом деле, мы немножко еще в Легалу шли еще раньше, до Красного Кольца. Мы стали организовывать гонки в Балахте и гонки на заброшенных дорожках лесных, ну, асфальтированных, есть у нас такие, которые к военным частям шли. Но это было очень опасно, у нас там машины переворачивались, там, среди деревьев мы гоняли. То есть, очень дело, это быстро забросили. Ну, потом появилось Красное Кольцо, я купил себе автомобиль, подходящий для кольцевых гонок. Это была Мазда RX-7. И начал принимать участие. – Вот скажи, сколько вообще стоит создать, как ты сказал, сконструировать машину? Я же понимаю, что вы берете серийную машину, да, с механиком, и переделываете ее до основания. Сейчас уже это не сильно дорого. Есть самый простой вариант. У нас есть наши прекрасные друзья, страна Японии, которые производят очень хорошие автомобили. Заднеприводные, мощные, производила раньше. Сейчас ушли они немножко в другую степень, сейчас на гибридах все зациклились на экологии. Есть очень много автомобилей, которые можно покупать оттуда, ввозить распилом, вваривать каркас безопасности. – То есть, ты сейчас здесь, на государственном канале, ты рассказываешь нелегальную схему поставки автомобилей? – Это абсолютно легальная. Все об этом знают, все так ввозят. Это фактически ввоз машины под запчасти, без документов. Для автовамильных соревнований документы не требуются на автомобиль. Достаточно паспорт спортивного автомобиля. – То есть, ты можешь конструировать автомобиль для спортивных гонок, тебе не надо на нем ездить по городу? – Да, мне нужно. – Ты его не регистрируешь, по сути дела, в ГАИ, ты берешь и создаешь автомобиль из запчастей? – Да, по сути, да. – Так. – И это не сильно дорого. То есть, можно даже за 500 тысяч рублей взять конкурентную машину и начать принимать участие. – Есть какие-то различия по объему автомобиля, чтобы принимать участие в соревнованиях? Или там так? – Кто, чтобы раз. На самом деле, нет. Есть единые технические требования, но они не касаются того, какой мотор должен, какая коробка передачи стоит в данном конкретном типе кузове. Поэтому многие ставят, допустим, в Вольтезу мотор от Инфинити, огромный какой-нибудь V8, вешают на него компрессор, и вот на этом ездят. Мы ездим на родных моторах, которые стоят изначально в этом типе кузова, по большей части, просто их дорабатываем. У меня мотор был изначально в моей машине 280 лошадиных сил. – Сейчас сколько? – Сейчас больше 500. – 500? – Да. – Больше 500 лошадиных сил у тебя под капотом. – Скажи, пожалуйста, вот то, что мы видим в кино, дрифт, и то, что существует в реальности, насколько это пересекается? – Ну, по крайней мере, и там, и там автомобили едут боком точно. Но соревновательная часть, кажется, в кино не указана. – Ну, скажи, пожалуйста, почему все-таки у нас в России не настолько много гонщиков? Вот у нас же в характере заложено это все. Но мы вот только недавно начали гордиться, что у нас появился первый гонщик в «Формуле-1». – И пропал опять. – И опять, хотя второй гонщик появляется в «Формуле-1». С чем это связано? – Историй у нас автоспортивной очень мало. Мы не знаем, что такое автоспорт, никто не знает. В городе Красноярске Красное Кольцо существует уже 2007 года. И есть до сих пор много кто есть, кто не знает до сих пор, где эта трасса находится, что на ней проходит и так далее. Мы не знаем, что такое автоспорт. Многие приходят, о, что это за автомобиль, зачем он нужен, как он, а он что, специальный какой-то, да, там каркас безопасности, трубы, там ничего нет в салоне. Такие вот вещи. Нет культуры автоспортивной. Если в Америке это все с 30-х годов происходит, да, у них дурак начался уже в 30-х годах, дракрейсинг. У нас вот с 2000-х какое-то кольцо, какой-то дрифт, что-то развивается. Время нужно. Время и хорошие промоутеры. – То есть хороших промоутеров сейчас пока нет? – Мало. Ну, вот в своих регионах где-то есть. Чем-то занимаются. – Как ты думаешь, вот что нужно делать молодым ребятам, которые хотели бы не просто гонять вот дрифт, да, хотели бы серьезно этим заниматься? Вот что им делать? Потому что понятно, что без притока молодых, без притока тех людей, которые бы хотели этим заниматься, ну, не будет спорта как такового. – Начать с картинга для начала. Это самое простое, самое доступное то, что есть. Если нет желания пойти в спортивный картинг, можно пойти в прокатный. У нас в городе есть две точки, как минимум, которые занимаются прокатным картингом. Пожалуйста. Это частичка автоспорта. – То есть все равно нужно пробиваться самому. – Нет такого понятия, я пришел в секцию, ну, как вот в хоккее, да, я пришел в клуб, я пришел в секцию, мне там, ну, не дали амуницию, по крайней мере, ну, родители мне купили амуницию, я хожу, я занимаюсь, у меня есть тренер, я развиваюсь. Здесь только самостоятельно. – У нас есть, есть, конечно, есть тренер у нас на Красном Кольце, мы занимаемся с подрастающим поколением. Проблем нет, важно, чтобы было желание и возможность. – По сколько нужно прийти в автоспорт? – По сколько лет нужно прийти в автоспорт? – В кольцо можно с 16 ехать, в кольцо. В картинге с 7, с 8 лет. – То есть нужно начинать с самого раннего возраста для того, чтобы добиться последствий? – Я не начинал, у меня не было возможности. – Ты во сколько пришел, кстати? – Я начал ездить осознанно, наверное, в 2005 году на озерах проводились, начали проводиться соревнования на замерзших озерах, вот это начал ездить осознанно, уже стал понимать, хоть что с машиной происходит. И очень много зимой тренировался, это летом очень помогает. И это безопасно. – Ну, сколько лет ты начал? – Сколько мне тогда лет было? Не знаю, наверное, 23-22. – Ну, это все равно молодой человек. А сейчас какой вот средний возраст тех, кто увлекается дрифтом? – А вот так же, где-то от 20 до 30, но стали уже появляться. Допустим, на Западе больше взрослых, у нас больше от 20 до 26, вот так. Такое ранжирование. – Угу. Кто собирается в основном? Какие люди? Чем они увлекаются? Я понимаю, что дрифт – это не основное место работы, скажем так. – Да, вот они этим и увлекаются. – Это не профессиональный спорт? – Нет, не профессиональный. Нет. – Вот люди, которые занимаются этим спортом, кто они? Вот кто в основном? – Они обычные люди, работают на каких-то своих работах, чем-то заняты. – Вот мне интересно, чем они занимаются? – Ну, по-разному. Ну, я единственный, наверное, кто связан с автоспортом напрямую, да, из этого. Готча, допустим, он директор автосервиса. Есть у нас парни, которые работают в страховых компаниях. Есть еще просто обычные люди, которые занимаются в жизни обычными вещами. Но на выходные они становятся дрифтерами. – И скажи, ближайшие соревнования когда будут у тебя? – Уже все. – К чему сейчас ты готовишься? – Уже ни к чему не готовлюсь. Вчера я стал, победил. В нашем чемпионате. То есть я лидер был чемпионата весь сезон. Вчера закрепил эту позицию. Я первый в нашем чемпионате Сибири. Это вчера было. – Все. То есть ты уже теперь дважды чемпион в этом году? – Да. Ну, у меня были победы на этапах. Но чемпион именно чемпион, чемпионат, да. – А тебе не скучно вот то, что ты в Сибири первый, на Западе первый? – Это сложно очень. Мне просто везет местами. – В чем везение? – На Западе, допустим, был один соперник, у меня в топ-8 Андрея Богданова его звали. Там все шло к тому, что я проиграю. Но он сам в меня врезался, я победил. И мне дали победу. То есть если бы он в меня не врезался и доехал, скорее всего я бы проиграл и в топ-8 бы остался. – Я поздравляю тебя со всеми победами. Спасибо, что пришел к вам в студию. – Спасибо. Сегодня у нас в гостях был автогонщик Аркадий Цареградцев. Субтитры сделал DimaTorzok… Редактор субтитров А.Семкин